Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, вы кстати на канале Семен Чемодан, и с вами я, Славян. Мы в полном составе, вещаем из машины. Сегодня нас ждет длинная дорога, ночевка и снова дорога. Мы приняли решение уезжать из Армении, в принципе, как изначально и хотели сюда приехать максимум на месяц. Потом мы думали о том, что почему бы нам здесь не остаться. Но очень интересные цены на недвижимость здесь, в Армении, просто не позволяют это сделать вообще никак. И плюс ко всему, что за один месяц мы в Армении посмотрели абсолютно все, даже больше. Мы посмотрели даже кучу мест, куда вообще туристов не возят и так далее и тому подобное. Единственное, что осталось у нас не закрыто в Армении, это юг. Это там, где Татьев находится, самая длинная канатная дорога в мире, и очень красивые там красоты. В общем, туда, в сторону, прям почти границы с Ираном. Но, наверное, как-нибудь уже в другой раз. А, еще мы не смогли, не успели сделать восхождение на гору Арагац. Но, опять-таки, да, это тоже в другой раз. Будем отсюда выезжать. А, на юг почему мы не доехали? Во-первых, у нас сломалась машина, а потом здесь какие-то свои терки начались. И туда ехать, короче, рискованная история. Все посмотрели, мы уже здесь все поели, все попили, все, что можно, поперепробовали. Поэтому решили, что все, будем двигаться уже на выезд и берем вас с собой. Ну, а вы в свою очередь, друзья мои, ставьте лайки, пишите комментарии, репост сделайте в свои социальные сети. Ну и поехали! Добро пожаловать в Гюмрии! Не прошло и полтора месяца, как мы в Гюмрии снова оказались, да? Вот так вот. Здесь у нас ребята, Самбат с Ксюшей. У них здесь свадьба будет, но не у них, у Самбата брата. Ну и мы, в принципе, хотим через эту границу проходить. Поэтому мы здесь. Приехали мы в Гюмрии, а тут так свежо, что пришлось даже кофту одевать. Я даже соскучился, Пегюмрии. Здесь вот эта вся вот архитектура, старый фонд. Ну, короче, знаете, свой такой, свой вайп, прикольно. Эх, о, а вот и наши арендодатели. Арендодатели приехали, выходите! Ну чё, вы сто лет не виделись, да, как говорится? Барай в дес. Я же говорю, ненадолго попрощались. Здорово! Привет! Ты скучал-то вина. А? Ты скучал-то, думаю, я здесь. Здесь в Гюмрии, да, вот такая вот архитектура. Ну, вот ты подъезжаешь вот серьезно и думаешь, блин, куда я попал. Но внутри здесь прикольно. Заходим, попадаем сразу. Носенка тут уже борщ, короче, варит сразу вот этот, начинается. Так, и сразу рум-турчик, да? О, чё это такое? Давай мне одну штучку сразу, мне. Давай. Так, это кухня, это шеф-повар. Так, почему, шашлыки же приготовишь? Так, здесь диван, здесь стелек, чё тут ещё вам показать? Так, это Ксюша. Там вещи грязные. Там вещи грязные. Так, здесь, короче, раз комната. Два комнаты. Два комнаты. Сокарная ванна, посмотри, какие хоромы большие. Вау, тут дискотека можно устроить. Это мини-мини, всё. Ага, как в поезде. Так, ну и, собственно, вот, всё, комната. Шикардос. А, там балкон? Да, классиферный двор, я бы сказал. Местный, да? Да, смотри, Тише, Мирошка. О, видите как? Свой балкон есть, вот так вот. Мироша поддерживает Алису и ползает вместе с ней. Ой, всё, Марис, как подружились, да? Да, Мироша? Помоги, я туда. Туда ползите? Смотри, тут не оставляйся, пока на гладилке у вас. Мы всё дружно переночевали в квартире. И вот сегодня толпой гуляем по Гюмри, продолжаем, точнее, да, гулять. Мы уже в Гюмри были. Ребята гуляли здесь вчера, а сегодня вот будем все вместе по новым местам. Самая красивая улица в Гюмри, особенно вечерком. А, кстати, вот в конце сентября уже в Гюмри прохладнее, чем в Ереване. И, знаете, ветерок уже такой северный. Вот когда мы здесь жили, сколько мы здесь? Семь дней, по-моему, в Гюмри прожили. Здесь прям было идеально. Здесь не было так жарко, как в Ереване. Здесь прям было классно. Но вот сейчас уже вот мы рубашечки нацепляем, потому что уже ветерочек такой, короче. Прохладненький, да, парни? Кстати, между прочим, ребята сказали тоже, что Гюмри им очень понравилось. Вот прям очень располагает город здесь. Находиться, гулять здесь очень спокойно и очень-очень уютно. Вот он памятник национальному кувшину. Как-то он так называется, я не помню название, но типа свистит. Короче, вот я не помню, я в том выпуске в первом про Гюмри рассказывал про него, а сейчас уже забыл. Мы привели ребят на одну из главных, я называю ее, улицей в Гюмри. Она очень красивая. Здесь вечером просто красота. Ну и, конечно, вот этот черный камень. Невероятная архитектура. Прям просто супер. Привели ребят на площадь в памяти жертвам землетрясения, которое было в Гюмри, в Спитаке, но в целом в Армении, да. Более подробно мы рассказывали про выпуск, который был именно про Гюмри. Обязательно его гляньте, он там перевалил уже за 100 тысяч. Я ссылку оставлю в описании. Короче, там очень интересно, не зря столько набрал. И в том выпуске, по-моему, я не говорил, что вот видите, это как бы новая верхушка церкви. А вот эта вот, эта, которая как раз уцелела при землетрясении, вот ее здесь оставили. Конечно же, мы зашли на рынок Гюмри. Сюда нужно обязательно зайти, если вы здесь будете. Вон, девчонки тут затарили пакеты. Вон, мама Ксюша вообще затарилась. Да, это все мне? Нет? О, спасибо большое. Это мы все разыграем на стримах. Тебе конфеты везли, тебе рубашку погладили. Да. Сиди, сиди, сиди. Мы на обед заскочили в рейсе, который нам понравился еще в первый раз. Сейчас, короче, ждем, когда нам тут заполнят стол. Надеюсь, нам хватит одного стола. Как правило, все приносят по раздельности. И невозможно показать всю поляну. Вот, но, по крайней мере, кебаб. Мы тут, кстати, заняли еще второй стол. Нам тесно. Настенка очень любит полну. Вот принесли только, кстати, опять без соуса, да? Почему-то здесь приносят листьев. Ну, наверное. Ребят, сегодня ответственный день. Куда собрался? В магазин? Вот так вот. Нарядился, да. Ну, блин, у меня маленький френч云ский нарядились, да? Чуверерий кореньева летит. Тебе опять дать камеру подержать? мне в таком виде можно увидеть наверное только один раз в год если не на свадьбе братьев наверно только вот на свадьбы на свадьбы до свадьбы редко происходит последнее время поэтому редкий случай так агнесса все фикс давай папка забирай дочь свою это все же до и после давай шагай я ксюши говорю ты можешь особо не торопиться венчание уже началось давай приедете потом никогда не покупал и даже по-моему и не видел что пивко может продаваться после таких вот трехлитровых банков микро друшла который девается вместо крышки и наливать чтобы туда в бокал не попала вот вот эта вот вся история на самом деле я думал что с такой вскрою и все а тут получается целая инструкция как открывать мы собрались упаковались и начинаем двигаться в сторону границы перед тем как мы отправимся туда за границу армении нам нужно сделать несколько дел это помыть машину нам нужно обязательно заправиться подождать друзей потому что они сейчас отвозят маму в аэропорт и где-нибудь там уже будем встречаться чтобы вместе проходить границу я решил заправляться немного заправляю на 10 тысяч драм потому что в грузии топлива подешевле уже будем заправлять полный бак наверное в грузии бам-бам-бам-бам все как говорится мы сейчас будем выезжать уже из гимрии и двигаться уже в сторону грузии армянка пока заехали в магазин запарились чтобы голову не делать вообще когда границы подъезжаем лучше всегда что была еда продукты дабы если вдруг будет какая-то задержка либо какие-то непонятки можно было покушать ну и конечно последний момент отправляясь на новое путешествие надо помыть коня о мега мойка правда чё где написано непонятно разобраться ну собственно теперь машина на и чистейшая и можно отправляться дальше все погнали друзья ну вы только посмотрите как я нам и лобовое стекло и насколько вам приятно будет сегодня продолжать смотреть этот выпуск его словно нету здесь дай единственное сейчас вот это все досохнет это уже уберу и ребята ваще вы будете просто наслаждаться такими красотами вот по деревьям можно понять что все здесь друзья уже осень и кстати температура то вот падает сейчас уже 17 16 градусов прикиньте вот так вот только выехали из гюмрии уже вот такая прохлада мы сейчас преодолеваем перевал через горы так переваливаются съехали вверх теперь едем вниз мы находимся высоко в горах посмотрите как там небо легло облака прям так шикс то есть туда поехать можно попасть в тучку вот они серпантины начинаются эти дорогу туда уходят вниз 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 ближе границы как не было дорог так короче и нету я уже думал за эти почти два месяца которые мы провели в армении здесь положат асфальт но увы нет его видно что сняли делают но по моему что-то очень долго скоро здесь будет новенький асфальт друзья мои техника работает наверно когда все еще раз поедем в армению здесь будем ехать просто кстати а вот в бавре уже асфальт новый постелили уже даже вот бордюрчики ставят красота мы ехали здесь стояла пылища короче дороги не было молодцы да в следующем году здесь будет вау мы уже возле границы вот там вот за моей спиной же проходной пункт стоим ждем ребят чтобы вместе выезжать так говорится веселее они где-то ашотск проезжают совсем скоро будут уже возле нас ну вот ребятки уже нас догнали едут вместе с нами и у нас вот проходной пункт уже граница впереди надеюсь все будет нормально пройдем беспроблемно и быстро дамы и господа мы в грузии немножко долго проходили мы армянская грузинскую границу почему потому что у нас на машине оказывается весел штраф в армении мы его поймали за превышение скорости на два километра короче превысил в итоге три тысячи драм но с комиссией 3 400 вышло вот что хочется особо отметить это то то что обязательно при въезде в армению нужно сохранять чек на экологический сбор они здесь его спрашивают если вдруг у вас его нету либо вы его потеряли вам придется его снова оплачивать этот экологический сбор ну а так в принципе все в грузии ничего и не спрашивали ну как обычно стандартном куда едете и все и грузинскую мы прошли уже быстро и кстати вот еще тема если вы не капитан своего корабля то обязательно у вас должна быть доверенность у самбата была доверенность на машину так как машина отцовская у меня тоже спросили машин на сеньки и я говорю у меня жена вот здесь проходит по пешеходке он по рации передавал подтверждали информацию и только после этого меня пропустили ну и собственно все мы в грузии едем дальше есть хинкальки наверно какие-нибудь и сегодня кстати будем двигаться по новой дороге то что с будем с вами смотреть первые метры по грузии делаем стать над страховку купить кстати еще штраф можно оплатить картой карты мира но карта должна быть на вас у меня с собой насенкина карта была в итоге короче он говорит зови жену типа обязательно нужна жена и мы такие вот типа дела и я в итоге оплатил уже своей как она называется турецкой картой в поисках страховки мне вот тут помогли подсказали вообще просто неприметная свалка непонятная и здесь как бы и есть вагончик где можно страха нуть автомобиль еще прикол какой-то ну пойдемте посмотрим сколько это удовольствие будет стоить сделали мы страховку 30 лари отдали хорошо что у нас есть турецкая карта зератовская быстро сбегал банкомат снял 100 лари чтобы была наличка вот единственно что банкомат 3 лари взял комиссию мы активировали еще нашу сим-карту которая была с предыдущей поездки вот значит так можно значит она там не обновить не обнуляется ну за полтора месяца по крайней мере не обнулилась закинул туда 5 лари на просто на баланс и за 9 лари взял безлимитный интернет пакет на две недели по моему этого 15 лари мы потратили на телефон все сейчас короче едем дальше забираем друзей и продолжаем путь такие вот бытовые немного вопросы решили и можно ехать дальше ребятки тут заскочили поели мы начинаем двигаться еще они нам купили этот эмеретинскую короче да наш так называется хачапури по эмеретинскому короче по кусочку вот с моей там перекусит а мы двигаемся потому что очень сегодня хотим проехать много прям по максимуму по топливу вам расскажу дизель 315 95 287 лари лари сейчас чуть подпросил мы были тогда было 378 где-то так вот сейчас ой 37 было а сейчас по 35 рублей за 1 лари то есть если даже заправлять полный бак то нормально здесь получается топлива ну подешевле чем в армении будет но у нас другой немножко план мы хотим немножко заправить какое красивое озеро мы проезжаем слева вау большое ну как большое относительно какой-то ветер смотрите какие барашки и и самое интересное пройти все горы лысые такие да а там лесок а прикольно слушайте здесь шикарное место для ночевки прям вот съезды есть в лесочке встал вот и водичка купалка клёвно мне кажется озеро холодное учитывая что мы достаточно высоко в горах блин глаз начали вот серьезно огромное удовольствие ехать по новой дороге видеть какое еще одно озеро какая облачность прям только туманчик стелит а здесь вот с правой стороны какая-то гора и и просто накрыло облако тоже красиво смотрится конечно сейчас походу мы заедем в этот просто наилютейший туман ну да он уже даже вышек не видно почти нифига себе так но вы пока вроде еще это нормально пока дорогу видно сам бата вижу это хорошо но все дальше уже вообще ничего не видать а вот кстати начинается уже туман наш вот мы прям в него попадаем ой 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 вот это да Сайлент-хилл просто Ну Он прям так красиво, прям по асфальту стелит Он сейчас на скорости Обалдеть Особые, конечно, интересные ребята Просто в такой туман еще и умудряются обгонять Еще к чему, зачем Это какой-то капут Слушайте, я уже просто даже самбата не вижу В зеркало Ну, естественно, он у Арики включил Машины, которые едут навстречу Они вот прям в самый последний момент О, видите, смотрите, фонари Просто прям перед носом уже Офигеть Ура, вырвались Из тумана Но, возможно, впереди еще что-нибудь будет Вообще, конечно, такие ситуации заставляют нервничать Потому что туман тебя вообще полностью сбивает Где ты находишься Просто дезориентация мощнейшая Но, походу, очень высоко Вот только что он писал 9 градусов сейчас Как прохладно здесь Где-то там какие-то города Вот этот лесок хвоиный А туда уходят вершины И прямо по курсу у нас еще огромное просто водохранилище Да Сейчас мы тоже его будем Как-то мимо проезжать Короче, нам куда-то куда ехать Заехали мы на заправку Сейчас он сам бат Еще заправляется Меня уже заправили Хватит на 270 километров Это прям В аккурат, куда нам надо Сейчас, единственное, надо решить Может быть, ребята устали Нам еще ехать почти Сколько, 170 километров Вот сейчас после Тбилиси Начинается сам Хотя и здесь была дорога вообще конкретная Посмотрите, как впереди красиво Вообще После Армении Попадаешь в горы Грузии И просто кайфуешь От вот этой всей зеленушки Ну, вы посмотрите, какие там поля, луга Вообще Кайф Мы заехали В Тбилиси И Тбилиси встречает нас пасмурной погодой Но оно и к лучшему Потому что ехать в такую пасмурную погоду Гораздо-гораздо комфортнее Нежели когда солнце палит Какая красивая дорога Посмотрите Прям старинные вот эти деревья Нависают Здесь течет река Вот справа Какие постройки на скалах Смотрятся просто крутятские По-моему, здесь в Тбилиси Мы еще не ездили по этой дороге Офигенная Просто офигенная Давайте поближе подъедем Вот канатная дорога Тбилиси Церквуха стоит Так прям тоже на обрыве Смотрится, конечно, очень симпатично Класс! Вот она Туда наверх людей увозит Ну а в этой части Тбилиси Мы уже гуляли пешком Здесь вот этот мост Мост мира или мост дружбы Как-то так он называется Красивый Ну и на ту сторону можно перебраться Там тоже есть что посмотреть Но об этом можете посмотреть Просто наш выпуск того года В принципе, здесь ничего и не изменилось Вот, кстати, здание классное Мы его видели в миниатюре По-моему, финансы Министерство финансов, что ли, здесь И вот, наконец-то, его увидели вживую Ха, не зря приехали Прикиньте, заехали мы в Макдак Думаю, сейчас куплю кофеек Всех поугощаю В итоге до кассы дело зашло Ну, макав-то Карту провожу, она не читается Она говорит, типа, русская карта Я говорю, нет Туркиш-карт Она такая Ноут уже туркиш-карт Я такой, нифига себе Так, кто знает, почему турецкарты Не принимают в Макдаке Напишите, пожалуйста, в комментах Так, мы выехали за Тбилиси У нас тут прекрасная Растакать с церквью Флаг Грузии Где-то здесь памятник Лермонтову стоит Была табличка В Владе Кавказ Прямо И мы буквально через несколько метров Километров Попадаем на военно-грузинскую дорогу Которая очень красивая И очень изматывающая Особенно, что мы сегодня Ого-го, сколько проехали уже Вот на сегодня наша цель Степан Сминда До нее нам ехать еще 127 километров По жесткой дороге Но об этом я уже говорил Здесь уже осень Вот прям Смотрите на эти горы Они желтые Здесь уже все Листва желтые Хотя, знаете, например Вот на вот эти горы Смотришь, они еще зеленые Интересно Ну ладно Сейчас выше поднимемся Посмотрим, насколько холодно там Здесь, кстати 25 А в Подбилиси мы ехали Там вообще по 30-ку давило Так что Такая погода сейчас здесь Мы решили сделать Небольшую остановку Вот это у нас сейчас будет, друзья мои Ну что, пойдем убирать? Но и пляжики там, смотри. Вообще круто. Вот это у нас сейчас будет, друзья, мой чай опитие. Постановились, мой чай попить. И тут резко вспомнили, что у нас, оказывается, чая-то нет. Но хорошо, что у нас есть какао много. У нас есть много молока в холодильнике. Сейчас что-нибудь погреем. Воду точнее, что-нибудь. И заварим какао. Дай. Нас, короче, настолько много, что мы не в чайничке воду греем, а просто варим целую кастрюлю какао, прикиньте. Нас же много. Мы пока готовили кофе. Прикиньте, подъехала фура, у нее лопнуло колесо. И да, есть. И он попросил, короче, о помощи, чтобы мы нашли какой-то выездной еще на монтаж. В общем, вроде как нашли. Не знаю, приедут, не приедут. Может быть, даже дождемся. Пока какао пили, пока, короче, мужику помочь пытались. В итоге, смотрите, как уже стемнело. Будем... О, правильно, самбат, красава. Будем дальше отправляться. Мужику, кстати, зарядили 100 баксов просто приехать и поменять колесо. У него есть свое второе 100 баксов. Он такой, типа, о, типа, не-не, не надо. Ладно, поехали. Мы, короче, прикиньте, здесь застряли, потому что огромное количество баранов. Просто жесть. Они просто закрыли всю нафиг дорогу, и ничего с ними сделать невозможно. Там капец какое стадо. Да, я тебе говорю ужас вообще. Просто жесть. Смотрите, какое там стадо. Наши, наши, наши родники. Ой-ой-ой. Просто трындец вообще. Ночь. Фуры стоят вот как будто перед границей. Хотя нам ехать и ехать, и вот так вот их просто. Объезжаешь, и непонятно, почему они стоят. Чего они стоят. Странно. Короче, много обвалов, как я понял, здесь. И вот мы стоим, вот, не знаю, минут, наверное, уже 10 точно стоим вообще без движения. Вообще ничего не едет. Сколько стоять, чё хрен его знает. Там вот полиция что-то руководит. Сейчас большой поток. Видимо, реверсивно, короче, пропускают. Из-за этого, конечно, долго. Да уж. Понятно, почему мы стояли. Потому что там обрушение конкретное. Там едешь прям так узенько, узенько. О, нифига себе. О, блядь. Опа. Да уж. Ух. Нам сегодня везет вообще на туманы. Посмотрите. Опять мы в облако какое-то заезжаем. Просто трындец. Вот это да. Сейчас уже не так, конечно, видно всё это дело. Это мне видно, что ничего не видно. О, вообще. Слушайте, вот это же стыкач вообще. Просто две машины впереди кое-как я вижу. И всё. Капец. И он ещё так быстро передвигается. Да уж. Вот это у нас сегодня, блин, путешествие. Ой, ребятки, мы, короче, так устали. Я не рекомендую вообще делать такую дурацкую историю, как сделали мы из Армении. И жахнуть вот сюда, вот в Грузию, под границу с Россией. Это очень сложно. Очень сложно. Дорога, особенно в темноте. Мы, короче, заселились. Видите, тут такие домики. Но это уже покажем в следующем видеоролике. Ребятки, ставьте лайкосик. Пишите комментарии. Делайте репосты. Я, в принципе, надеюсь, что вы уже поняли, что будет в следующем выпуске. А в следующем выпуске будет масса эмоций. До следующего выпуска. Пока.